Всем привет! Сегодня я, скажем так, расскажу вам о том, как встретить майские праздники в полном гастрономическом удовольствии. Причем самое удивительное, что гастрономическое удовольствие у меня будет исходить из лука. Лук это наше все. Русский человек без лука не может прожить и дня. Меня там троллят, что я чеснок везде добавляю, конечно, потому что чеснок и лук это основа русского рациона. В исторических книгах пишут о том, как иностранные послы писали отчеты и доносы, или как это называется правильно, для своих правителей. Что, мол, у русских жрать ничего невозможно, они везде пихают лук и чеснок. Поэтому сегодня поговорим о маринаде, о том, как мариновать лук. Вы наверняка скажете, мол, ну и что, ты сейчас нашинкуешь лук, лежит какая-то зелень на столе. Вот, сейчас все узнаете. Немножко терпения, и все встанет на свои места. Смотрите, весь лук нашинкованный полукольцами. Можно, конечно, его нашинковать и кольцами, но кольцами обычно шинкуют на специальной терке мандолини. Так он получается идеальный. Ножом, даже самым острым нашинковать кольцами, причем тонкими, очень сложно. Тем более, представьте, что происходит с глазами наших братьев шашлычников, которые заготавливают лук, ну, десятками килограммов. Мне кажется, нужно или вентилятор ставить, чтобы все пары сдувало, или одевать маску лыжную, чтобы глаза не слезились. У меня здесь три с половиной луковицы. Как вы заметили, я луковицы покупаю всегда небольшие, и вам рекомендую, потому что, во-первых, у большой луковицы очень толстая стенка, получаются куски крупные. Потом, если вы готовите небольшое количество блюд, содержащих лук, то удобнее всегда... Ой, птичку жалко. Птичку жалко. Помыть надо все, а то пары идут от лука. Если у вас маленькая луковица, вы всегда ее можете использовать на небольшое количество супа, или тушеного мяса, или тушеной птицы, или крупы, чего угодно. Большую же луковицу приходится резать пополам, и половину куда-то нужно оставлять, девать. Это неудобно, поэтому я рекомендую вам покупать всегда луковицы небольшие, и будет и стеночкой потоньше, и удобнее использовать в хозяйстве. Итак, три с половиной луковицы у меня в тазу. Сюда я выливаю сразу не воду, как вы подумали, а 40 миллилитров уксуса, обычного столового уксуса, самого простейшего, ни яблочного, ни рисового никакого. Выливаем сразу же 400 миллилитров воды, холодной ледяной воды, щепотку сахара и такую хорошую щепотку соли. Все это я перемешиваю ложкой, и в идеале хорошо бы луку постоять в холодильнике хотя бы минут 10. Все равно, пока вы будете мариновать мясо, пока вы будете его тащить до мангала, пока вы будете с ним расправляться, лук вымочится, наберет в себя кислоту, но главное его не передержать. Перемаринуете лук, будет очень кислый. А вообще, я всегда рекомендую делать так, делать его уже перед тем, как вы пожарите мясо и готовы поставить мясо на стол. Значит, видите, что я сделал? Я просто-напросто промыл его в этой уксусной воде. Теперь мне понадобится сито. Я выливаю воду, даю стечь лишней воде, лишней влаги. Вы можете откинуть на дуршлаг и дать немножко постоять, чтобы лук подсох. Но это тоже особо не принципиально. Теперь мне понадобится дополнительная посуда, в которой я буду делать три основных маринада, которые подходят у нас для стола, для разных блюд, для разного шашлыка, для разного жареного мяса. Но, конечно, мы все знаем прекрасно в России, что лук маринованный, и у нас идет к чему? К барбекю. То, что можем назвать общим словом. Шашлык, стейки, бараньи ребрышки, корейка, запеченные рульки с огня и так далее. Теперь я весь лук раскладываю по трем тарелкам. Первый маринад классический. Это лук, это укроп. Что мы делаем? Укроп мелко-мелко рубим. Небольшое количество укропа, но учтите, что его нужно резать вместе со стеблями. Только стебельки, конечно, нужно резать помельче. В стебельках, как ни странно, самый яркий аромат, и поэтому его нужно обязательно использовать. Укропа не жалейте. Немножко черного перца. Черный перец придает дополнительный вкус и дополнительный аромат. Пряный такой. Вот смотрите, что мы делаем. Просто перемешиваю лук с укропом. Перед самой подачей лук можно посолить и перемешать, чтобы он стал вкуснее. Я сейчас не добавляю соль, потому что иначе соль у нас начнет размягчать лук, перестанет быть хрустким, он начнет такое обведать, вянуть. Если вы хотите, чтобы он постоял какое-то время хрустящим, то его солить вообще не нужно. У нас там соли небольшое количество было в воде. Но перед самой подачей можно его или сверху посыпать, или посыпать, перемешать. Иначе, если с солью постоит лук какое-то время, то он начнет сдянуть и превратится в такую шклёклую массу. Хотя, наверняка, многие видели в шашлычках, что дают, да, такую на день замаринованную солью со всеми пирогами. Смотрите, у меня он стоит. Он прям весь хрусткий, весь плотный, настоящий. Второй маринад. Средняя Азия. Средняя Азия у нас что? Правильно. Кинза. Кинза-дза. Вот сюда. Дуся, да. Дуся, конечно, там запахи такие. Лука, трав, ароматов. Да, у нас Дуся еще все подряд есть. Там были тролли, которые все там. Дуся неправильно кормите, конечно. Имбирем я ее кормлю. Боже упаси. Но запахи-то клевые. Значит, смотрите, что у меня здесь. У меня здесь сумах. Да, не переживайте. Многие говорят повара, что сумах добавляется для того, чтобы повысить кислотность. Сумах имеет кислотность определенную. Но для того, чтобы лук сделать кислым от сумаха, нужно пол ведра высыпать. Я же всегда использую тут буквально пару щепоток для того, чтобы лук приобрел, во-первых, красивый цвет. Так делают азербайджанцы. Я встречал это и в Грузии, и в армянской кухне тоже распространенный метод добавления сумаха к луку маринованному. Чуть не забыл, сюда нужно добавить немножко каенского перца. Прям чуточку. Чтобы была пикантность, но не было яркой остроты. Так, все это перемешиваем. Такой аромат я бы вот прям ложкой ел, мне кажется. Вкусно. И если сюда еще положить кусочек ароматный с огня бараньего каре. Представляете, что здесь? Кинза, сумах, пикантный перчик. Третий вариант это у нас Юго-Восточная Азия. Если вы делаете шашлычки сатай, или вы делаете шашлычки из свинины, да из говядины, да может быть в соусе терияки, или еще какие-либо свечи, или что вы используете? В устричном и так далее. Используйте, смотрите, у меня здесь стебли кинзы. Не листья, а именно стебли. То есть то, что осталось от листьев. Листья я отправил сюда, а стебелечки я... И зеленый базилик. Зеленый базилик, видите? Немножко имбиря. Не думайте, что у меня такой огромный кусок, просто тереть его будет удобнее, я чуть-чуть надру. И, конечно же, красный перец. Красный перчик острый. Я режу колечками. Отправляю сюда. Зеленый базилик. Можно резать, можно рвать, как хотите. Обязательно со стеблями. Зеленый базилик сюда. Теперь у меня кинза. Стебельки. В стеблях самый-самый яркий аромат. Имбирь. Смотрите здесь, вот видите, вот такое количество имбиря. Я даже не знаю, как бы это правильно охарактеризовать по весу. Меньше грамма, наверное. Мы добавляем сюда, вернее вы добавляете. И секретный ингредиент, капля соевого соуса. Давайте так. Чайную ложку. Буквально. Ну, смотрите, половина чайной ложки вот на этот объем. Все, больше не надо. Иначе будет жижка, а соевый соус должен придать всего лишь вкус. Теперь все это хорошенечко перемешиваем. Получается яркий, азиатский, юго-восточная Азия. Да? Китай, Вьетнам, Таиланд. Вот такой вот маринованный лук, который хочется. Я вообще к свинине бы его подавал именно вот это, потому что в Азии очень много свинины используют в приготовлении. Или к птице. К птице, кстати, тоже супер будет. Классический, бомбический. Вот он. Да, еще раз напоминаю, вода должна быть ледяная. Лук тогда сразу у нас схватывается, становится хрустящим. Второй вариант у нас был кавказский. Или, как я сказал в самом начале, Средняя Азия. Я, наверное, объединю эти два понятия. Боюсь нарваться на грубость, потому что Кавказ и Средняя Азия – это разные величины. Но, вы знаете, давайте так тогда. Пусть это будет к нашему такому бараннему шашлыку. Шашлыку из баранины. И третье – Юго-Восточная Азия – это Китай, Вьетнам, Таиланд, та область. Зеленый базилик, чили, перчик. Ароматы ванили. Дорогие друзья, все это делается элементарно и просто. Зато создает какое настроение, когда вы жарите шашлык на майские праздники. Приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь. Дуся, перестань, я знаю, что ты хочешь лук, но я же прощаюсь. До свидания, приятного аппетита, друзья!